Твичинговая ловля В нашем регионе, в отличие от Лиманов, Краснодарских и Астрахани С чего начнем, Антон? Ну, скорее всего, с каких-то неуколадных лоблеров, вот поверхностных А потом перейдем на топ-потор Ничего нового заблитать не будем для начала Я смотрю, у тебя много кислотных желтых приманок Ну, это привычка Ты кто во что веришь? Да, два цвета основных, кислота и более-менее натуральные Кому что нравится Обычно все работает, без разницы как Твичинг — это рывковая проводка приманки И многие воблеры, и не только, могут кардинально изменить свою игру А некоторые вообще предполагают только такую проводку Антон является поклонником такой ловли И фанатам поверхностных приманок Начнем искать свое рыбацкое счастье Вот так, фанат, смотри, прям такой Да Ну, детский Загоняюсь по волкерам По такому относительно крупному Для окуня Все, в основном Из поверхностных на подолку Так как щуку По поверхностных не мало ловлю В основном это не ночью Ренки Крупный Дуэль с Ливердок Небольшой, но очень хорошо играет На свои деньги, наверное, самая лучшая игра И это что за палочка Это Айко Бальтазар 2 По 32 грамм В кастинговом исполнении Ну, под крупные минохи Пока что мне очень не нравится А рост у него какой? 2,06 То есть под твичин как раз он идеален То есть и заброс дает сделать нормальный За своей длиной И очень хорошо гобблер отрабатывает Пока что нареканий Еще нет Но в верхних слоях воды Сегодня рыб мы не нашли Поищем глубже Минох 115-130 размере Посмотрим Что из этого может На этой точке Получиться Ну вот под нами сейчас Практически 8 метров То есть мы Зайкорились В самой глубокой точке Ямы И вокруг нас идут Свалы От Берега до берега Практически можно забросить Приманку Это позволяет нормально Обвалить экваторию Не будет мешать Что-то относительно крупное И с хорошим сгублением Остались Я думаю Это в последнее время Заслуживший Очень большое доверие Вобблер Это Вобблер Поверега Поис Вот такое Загубление До 2,5 метров Он уже весь Немножко погрызанный Хотя вобблер Был на 5 рыбалках Всего лишь Очень неплохо Отработал Их любят его Все-таки щетки Да Вот вобблерок Летом очень хорошо Отловил Под котлами На Волге Окуня Отлично отработал Когда уже К примеру На тот же самый Риш 56 тонущий Не хотел брать А протофотер Уже Не хотел брать Окунь Никак А на этот вобблер Загубление Примерно 3,5 метра Он брал отлично Да Сложность в том Что он все равно Твичинговое Мину Но с хорошим Загублением При своих размерах На 58 миллиметров Позволяет Очень интересно Себя проводить И уловит Очень отменно Сейчас все равно У нас Большая глубина Поставим Как бы тронг Себя проводить Но Нормальным Адекватным Не очень большим Загублением При 5 метров Попробуем Уловить Местную Местную Бровку Движения Движения выбираются В основном От того Как ты стоишь И что тебе мешает Вокруг Движения только От этого Подпроводки вобблеров У каждого Конечно Свои Приходят С недолгим опытом За рыбалок 20-30 Чисто твичингом Можно Научиться Понимать Там разные вобблеры Когда их Становится Все больше и больше И появляется Идея Банально Их просто Разлавливать Тогда ты Начинаешь Уже изучать Каждый вобблер И это становится Намного интереснее Чем выбрать Одну приманку И иметь в арсенале Три вобблера Одинаковых Во всех расцветках Ловить только ими Когда много вобблеров Все равно Это намного интереснее Получается И разнообразнее То есть Ты можешь переходить От одного К другому То есть Там вдруг Трава А вобблер Слишком глубоко Уйдет Меняешь Почти на такое же Но с более-меним Загублением И у тебя получается То, что ты водишь Намного лучше И рыба Более активно Начинает клевать Поэтому тут Все Только от умения Зависит И от желания Кольцо я здесь не снимал Потому что он и так Плавающий Не вижу смысла Его делать там Идеальным суспендером С поводком Он как раз Становится Суспендером Так что Смысл Не вижу Если вобблев Суспендер там Как Рудра Когда она С поводком Становится Как раз Нейтральной Тонущей А без поводка Чуть ли не всплывает Это и чувствуется Разница Но и в толще воды Оказывается Не ждет нас Сегодня рыба Видимо Не в этот раз Рыбалка Порадует нас Но Подходит к концу Сезон открытой воды И перед владельцами Водно-моторной техники Встает вопрос Как правильно Подготовить Лодочки К зимовке Чтобы по весне Добрый друг Не подвел И не заболел А от болезней металлов Как известно Лучше всего Помогает Отсутствие Агрессивных сред Будь то Открытый воздух Или тем более Вода Поэтому Ребятам Которые оставляют Зимовать Свои корабли На воде Хочется пожелать Более ответственно Подойти к вопросам Консервации Частей лодки Которые останутся В воде И хотя наши водоемы Не соленые На вкус Но в любом случае Соли там присутствуют И в воде Процессы коррозии Будут проходить Намного быстрее Поэтому я рекомендую Зимнее хранение Осуществлять Все же на берегу И что для этого Нужно сделать Я попытаюсь Сегодня рассказать А поможет мне в этом Механик Алексей Ну во-первых Корабль нужно достать Из воды Для этого Используем Специальную телегу И на специально Оборудованном месте Слипе Осуществляем Стыковку Лодки и телеги После того Как корабль Оказывается на берегу Необходимо Отмыть все части Находившиеся Полгода в воде И успевшие Обрасти Различными водорослями А на горячих местах Мотора Вообще покрыться Накипью Как в чайнике Что еще раз подтверждает Что наши воды Насыщены Солями кальция Для этого Используется Специальный раствор Не беда Если такого раствора У вас нет Под рукой Обычная Кока-кола Содержит большое Количество Ортофосфорной Кислоты И способна Также справиться С этим заданием И пока Обработанные Поверхности Разъедает Кислота Займемся Обслуживанием Самого мотора Сняв колпак Производим Визуальный Осмотр двигателя И выгоняем Из системы Охлаждения В воду Которая Оставшись в системе Замерзнув Может серьезно Повредить мотор Для этого Подводим К заборным Отверстиям Специальную Незамерзающую В наших Климатических Условиях Жидкость И запускаем Двигатель Выключаем Его только После того Как из Контрольного Отверстия Появляется Струя Тасола Ну вот Теперь За этот Участок Можно быть Спокойным Если вы Не использовали Все топливо До консервации Не беда Его поможет Сохранить Стабилизатор Топлива Бутылочка С удобным Дозатором И ваш Бензин Дотянет До весны Теперь Займемся Сердцем Выворачиваем Свечи Они Они Должны Быть Без Копоти Сухими И с Миллиметровым Зазором Между Электродами При Необходимости Заменяем Новыми В нашем же Случае Свечи Исправны И в Порядке Теперь Обрабатываем Внутреннюю Поверхность Цилиндров Масляной Аэрозолью И Несколько Раз Проворачиваем Маховик Таким Образом Масло Покрывает Всю Внутреннюю Поверхность Цилиндра И защитит Его От коррозии Устанавливаем Свечи Обратно Двигаемся Дальше Следующий Важный Узел Это Редуктор Отвинчиваем Пробку И видим Прекрасного Цвета Масла Можно Сделать Вывод Что Узел В порядке А вот Если Масло Мутное Значит В него Попала Вода И превратила Его В эмульсию Что Очень Негативно Скажется На шестеренках Редукторы Вот здесь Ты Нужно Будет Внимательно Осмотреть Корпус На отсутствие Трещин И заменить Сальник Грибного Вала Шлицы Вала Покрываем Консистентной Смазкой И устанавливаем На место Пропеллер После После того Как Масло Слито Специальным Нагнетателем Закачиваем Новую Смазку До тех Пор Пока Она Не покажется Из контрольного Верхнего Отверстия Закрываем Его И завинчиваем Нижнюю Пробку А вот Теперь Меняем Еще Одно Масло В отличие От Двухтактного Двигателя В котором Смазка Поступает Цилиндр Вместе С топливом Четырехтактным Масло Находится В картере И его Время От времени Нужно Менять Так же Как В автомобиле Масло Меняется Вместе С фильтром Также Консервационным Маслом Обрабатываем Другие Детали Мотора Для защиты От коррозии Теперь Можно Отмыть Корпус Лодки Напором Воды И Установить Накильблок Все Корабль Дождется Вас Весной В добром Здравии Но И Вы Не забывайте Его навещать На протяжении Зимы Ну там Поболтать С ним От снега Очистить А теперь Нас ждут Береговые Рыбалки До первого Льда А я На этом Прощаюсь С вами Дорогие Друзья До новых Встреч И рыбацкого Счастья Вам Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров